МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Всякий существующий порядок приходится непрерывно наводить". Владислав Гжегорчик, польский афорист. У меня есть потребность, я могу расслабиться и работать, если в доме чисто. И дома, и на рабочем месте у меня все четко. Я должен, не глядя, я должен попасть туда, чтобы я взял именно то, что мне нужно. Когда говорят, что женщина не может вбить гвозди, это, к сожалению, не обо мне. Я могу лампочку заменить и проводку какую-то элементарную провести в квартире. Ирина Сурина, Рустам Штар, Виктор Королев. Порядок в доме. То, что касается меня, я умею делать все практически своими руками. Я умею и готовить хорошо, я умею и шить, и вязать. Я умею наводить идеальный порядок в квартире. Лоск такой, прям сделать, что кошмар-кошмар. Но лень впереди меня. Я родилась, поэтому мне иногда страшно лениво. Например, я поела, и я поставила посуду в раковину. Я прощаю, я потом вымою. Но потом. Я, конечно, не довожу до такой огромной горы в раковине. Я стараюсь все это держать под контролем. Очень много в моем доме сделано моими руками. Допустим, ремонты в гостиной, в спальнях. Я все делаю своими руками. И крашу, и потолки, и всевозможные вставки обойные. Вот сейчас вот в своей спальне, вот она закрыта сейчас. И вот там я планирую заняться в свободные дни. Там, хотя бы по чуть-чуть, то есть какими-то моментами. Мне это очень интересно. Ну а так, если убраться, ну и не проблема, почему бы нет. Я не все могу прибить, не все могу, так сказать, собрать. И не все могу там сделать. Я считаю, что это вот столярная работа, которую делают. Это тоже определенный куст людей, который создан для того, чтобы делать вот именно вот это. Поэтому у меня есть друзья, которые просто потрясающие вещи делают. Я могу пойти оплатить, спокойно сходить в магазин. Спокойно могу как бы что-то сделать элементарное. И отношусь к этому очень хорошо. Я могу, допустим, проверить масло в машине. Тоже мне не зазорно там прийти, что-то сделать. Раньше я мог бы колесо поменять там и так далее. Но просто я в такой одежде нахожусь, что если я начну менять колесо, то я запачкаюсь, я не приеду туда, куда мне нужно ехать, а каждый день куда-то надо ехать. И я только в силу этого. А так я считаю, что надо прикасаться к этому, потому что ты тогда понимаешь тех людей, которые, ну если можно так выразиться, в хорошем смысле этого слова, земные люди. Если в кухне стоит грязная посуда, сковородка, чашка, мойка чем-то забита, вот для меня это просто катастрофа. Если в мойке что-то какая-то там фигня-мигня, у меня нет настроения вообще даже отпадать и обедать, завтракать. То есть все знают в доме, что должна быть идеальная чистота кухни, допустим. Я могу табуретку вот починить. Единственное, что я себе этого не позволяю делать, поскольку все-таки мужчина в доме есть, поэтому я оставляю все это у нее. Я говорю, конечно, Боря, табуретка сломалась. Я могу это сама сделать, я могу ножку приклеить, я знаю, где лежит клей, я знаю, как закрепить все это дело, но я этого не делаю принципиально. То есть единственное, что на даче, когда я живу, если там что-то случается, и я понимаю, что мужиков-то рядом так к соседям, а к соседям тоже неохота идти, поэтому я на даче сама могу что-то сделать. То есть для меня это не составляет никакой проблемы. Дремлет на стене моей, и выкруженная тень, Завтра у меня под ней будет хлопотливый день. Буду поливать цветы, думать о своей судьбе, Буду до ночной звезды лодку мастерить себе. Терпеть не могу, когда у меня творческий беспорядок. И это с детства самого, потому что я в 8, в 9, в 10, в 11 лет, когда садился за фортепиано заниматься музыкой, я не мог играть, когда что-то где-то лежало, где-то какая-то соринка меня. Я не мог просто вот сесть и заниматься. Нет, ну бывает, понятно, там, у кого какая фишка. Допустим, вот недавно одна актриса в своем интервью, по телевидению я видел, она сказала, что вот если у нее дома заправлена кровать, то это, ну, нет жизни в доме. То есть кровать должна быть, как бы вот, да, соглашусь, что иногда, да, вот, иногда кровать должна быть расправлена, как бы, но только кровать. Мне кажется, что когда открываешь холодильник и там бардак, то вот есть не очень хочется. У меня бывает иногда такой творческий беспорядок, когда я просто, например, забежала, что-то поменяла, например, одежду какую-то, и мне некогда чисто физически ее сложить аккуратно и положить обратно в шкаф. Да, я ее бросаю на диван. Ну, два дня она у меня полежит, ну, три. Потом я все-таки это положу, я проведу полную свою инвентаризацию, я все опять положу по полочкам, все красиво, до следующего раза. Пока у меня опять вот так вот все не перемешается, красиво, элегантно, и я опять, ну, то есть я не знаю, как часто это происходит в месяц, ну, наверное, раз в месяц так. Я пытаюсь наводить генеральную, скажем, уборку в, хотя бы в шкафу. Все должно быть убрано, все должно быть по своим местам, и даже в гостинице, вот, собираясь на концерт, если что-то где-то не на месте, меня это очень сильно выбивает из колеи, и должен быть идеальный порядок. Бывают такие номера, что там порядок невозможно. Да, меня это очень сильно бесит, раздражает, выводит из себя, и приходится понервничать, собраться, это много выбивает из колеи. Разложено по полочкам. Вот я вот так должен открыть ящик, вот смотря на вас, я должен вот так вот сделать, посмотреть и вытащить ту бумагу, которую я хочу вытащить. Вот у меня друг такой, который вот так делает, и я с ним согласен, что я тоже должен так делать. Если творческий хаос здесь, то он и здесь. А если у тебя все здесь разложено, то у тебя и там все равномерно, четко. И от этого легче будет всем близлежащим и с тем, с кем ты работаешь. Ты должен прийти в три, я прихожу половина третьего. И я четко прихожу, если что-то, вот машина или я в степру, я бросаю машину, если я с другом договорился, что мы с тобой встречаемся в 15 часов, в 14-30 пробка, я бросаю машину, сажусь в метро и еду. Я должен в 15 приехать. Женская любовь Мы называем рай Эту планету Женская любовь Когда теряем этот рай Женская любовь Женская любовь Мы называем рай Эту планету Женская любовь Когда теряем этот рай Но всегда Женская любовь Светет она под небом Южного лета Женская любовь Женская любовь Женская любовь Не убитая Единственное, что я никогда не готовлю по рецептам Я всегда готовлю Я вижу, у меня набор продуктов какой-то есть Если я заранее, конечно, не спланировала себе какое-то блюдо, которое требует специальной подготовки А так я люблю импровизировать на кухне То есть я вижу, вот у меня вот это, вот это, вот это И у меня как-то подсознательно Я могу компоновать с продукт И у меня, в общем-то, ни разу не получалось так, чтобы выходила гадость Ну, мне нравится иногда пойти вот После дождя грибы вырастают на участке Выползают Пойду их и соберу И грабли возьму Газон прочищу И возьму кисточку, покрашу И вот взял Было скучно Взял, вот виноград повесил здесь на террасе Как бы прикольное, прикольное Я не люблю, скажем так, вытирать пыль Это для меня, ну, не то, чтобы каторг я чихать начинаю Но, может быть, это связано как бы с аллергической реакцией, наверное, так То есть я пыль стараюсь пореже вытирать Да, я не люблю мыть посуду Хотя я делаю это, естественно Я... Глажу я по мере необходимости То есть если я понимаю, что вещь, которую мне надо надеть, она вот такая вот Слегка или не слегка, естественно, я ее глажу Поэтому, в общем-то, я не забываю Заморачиваюсь над тем, что мне нужно сделать Ну, вот так вот доходить до фанатизма Скажем так, переглаживать все салфетки аккуратно Их вот куда-то вот сложить Там вот под одеяльник Я просто их вешаю аккуратно изначально Чтобы они не скомканы были Поэтому я, когда складываю белье, в общем-то, оно под весом, под собственным весом Оно, в общем-то, так переминается, оно достаточно аккуратно Все это выглядит и опрятно Люблю-не люблю, это надо Ну как это? Помыть чашку – это что? Это проблема какая-то? Или люблю... Может быть, я не люблю мыть посуду Но по-любому ее надо мыть Все телезрители, которые сейчас видят наши разговоры Они согласятся в том, что все-таки, когда дома чистое Ну, приятнее, приятнее Я не верю в то, что кто-то скажет Вот у меня там творческий беспорядок Это офигительно, это круто, это стиль такой Нет Это просто цитрамон от Лени Так же хочется мне, как когда-то Всех раз вместе однажды собрать И родные до боли вселиться У себя за столом повидать Да, 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 проходите Наливайте бокалы вина Обо всем, как всегда, говорите Обо всем, как всегда, как всегда Здравствуйте, здравствуйте, гости Грусти, печали, забросьте Здравствуйте, здравствуйте, здрасте Верные наши друзья Ирина Сурина, Рустам Штар, Виктор Королев Порядок в доме Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин